Здравствуйте. Этот цикл занятий мы начнем с определения самого понятия кадрового управления и с понятия единицы кадрового управления. Кто является его объектом, кто является единицей кадрового управления, кто является менеджером по персоналу, субъектом кадрового управления. Само по себе понятие менеджер по персоналу понятие достаточно молодое. как разновидность менеджерской деятельности, эта профессия возникла в конце прошлого XX века. Это было связано с тем, что в эту область пришли специалисты по работе с персоналом, которые имели профессиональную подготовку в области промышленной социологии, промышленной психологии. И это означало настоящую революцию в традиционных методах кадровой работы. До этого кадровая работа была функцией линейных руководителей различного уровня и различного ранга, а также работников и руководителей кадровых служб, которые занимались учетной, контрольной и административной деятельностью. А возникновение собственноуправленческой функции было связано с обеспечением должного уровня кадрового потенциала, то есть с развитием кадровых единиц, с усилением потенциала организации. И это, конечно, значительно расширило диапазон задач, которые стояли перед кадровым управлением. И это повысило значение этого направления менеджмента. Именно с этими обстоятельствами, с появлением управления персоналом как специализированной штабной деятельности в системе современного менеджмента, связано становление кадрового менеджмента, который постепенно обобщает и трансформирует существующие методы кадровой работы. Важным этапом этого процесса стали ассимиляция системных методов работы, идеи системного подхода и разработка различных моделей организации как системы. Не только функционирующие системы, но и развивающиеся. И на этой основе сформировался новый подход в кадровой работе – управление человеческими ресурсами. Для России сегодня становление этой новой профессиональной деятельности происходит в условиях радикальных преобразований, происходящих в социальной и экономической сфере. И поэтому недостаток зрелого подхода, недостаток институциональной среды приводит к тому, что освоение новых кадровых подходов, новых подходов в области кадрового менеджмента может тормозиться традиционными методами кадровой работы, унаследованной инфраструктурой, унаследованными отделами кадров, системой кадрового управления. И поэтому реализация, воплощение, развитие специальности менеджера по персоналу, как и многих других специализаций в области менеджмента, является важнейшим для развития экономики. Без них не может нормально функционировать в наши дни ни бизнес, ни структура государственного управления. И внедрение этой специальности идет достаточно неоднозначным путем. Потребность в новых кадровых методах достаточно хорошо осознана. И функция кадрового менеджмента, в свою очередь, обуславливает внедрение у нас, во-первых, специализированных областей знания, во-вторых, системы профессиональной коммуникации, это и профессиональные издания, и профессиональное общение в форме семинаров, и конференций, и специализированных систем повышения квалификации, или профессиональной подготовки. И вместе с тем, в области кадрового менеджмента у нас еще отсутствуют профессиональные формы государственной сертификации. Поэтому ключевыми факторами внедрения этой профессии становятся способы социальной самоорганизации и моральной регуляции деятельности менеджеров по персоналу. Однако вопрос о формах социальной самоорганизации профессионалов в этой области пока не имеет однозначного ответа. Это связано с тем, если мы попытаемся посмотреть на проблему в более широком историческом, цивилизационном, философском контексте, то мы увидим, что понятие кадрового управления – это частный случай так называемой профессиональной революции. В становлении кадрового менеджмента как профессиональной деятельности на протяжении XX века достаточно четко выделяются периоды, которые связаны с выдвижением принципиально новых доктрин, новых идей, новых подходов в кадровой работе. В период между Первой и Второй мировыми войнами обычно говорят о двух подходах к работе с персоналом. Конечно, в этот период главным образом речь идет об опыте развитых стран Запада. Эти два основных подхода таковы. Во-первых, это доктрина научного управления или научной организации труда. Во-вторых, это доктрина человеческих отношений. Первая, доктрина научного управления акцентирует внимание на использовании методов оптимизации организационных, технических и социальных компонентов производственных систем. А вторая стремится раскрыть значение морально-психологических и социально-организационных факторов в эффективном функционировании персонала организаций. Гораздо сложнее дать подобного рода одномерную классификацию для тех подходов, которые применялись в работе с человеческим персоналом во второй половине XX века. Появилось множество школ, в особенности национальных, например, японская, в области кадрового менеджмента. И между ними, разумеется, начался взаимный обмен опытом. Поэтому однозначная классификация подходов таким образом уже вряд ли может быть дана. Она будет достаточно условна. И скорее можно говорить о некоторой парадигмальной направленности происходящих сдвигов в тех схемах кадрового управления, которые являются доминирующими на том или ином этапе. Важными факторами здесь являются проникновение идей гуманистической психологии, образцы предпринимательского энтузиазма, максимальное вовлечение персонала в дела фирмы, демократизация стиля организационного поведения, распространение ответственности на персонал всех уровней, качество продукции, услуг и рабочей среды персонала, инвестирование в человеческий капитал, многофункциональные рабочие и управленческие команды. Вот примерно таков перечень ключевых характеристик, изменений, характерных для кадрового управления во второй половине XX века. И их природа коренится в трансформации самих форм организации совместной деятельности в XX веке. Последние десятилетия XX века прошли под знаком самых различных революций. Научно-технической, демократической, информационной и так далее. И их кумулятивный эффект, эффект их совместного приложения, можно наблюдать в так называемой профессиональной революции, которая ведет к формированию профессиональных сообществ в глобальном масштабе. Это третья социальная революция после неолитической и индустриальной. Третья, имеющая социальные последствия в глобальном масштабе. Но у этой революции можно наряду с внешними параметрами выделить и внутренние, которые связаны со структурными изменениями в способах профессиональной деятельности и в формах социальной организации профессиональной деятельности и профессионального мышления. И с этой точки зрения можно выделить три собственно профессиональные революции в истории нового времени. Первая профессиональная революция – это появление свободных профессий, которые существуют не в привычных сословных мирах, где складывались традиционные профессии, например, ремесленнические династии средних веков. В новое время свободные профессии существуют на базе индивидуальной, частной собственности, возможности свободно продавать свой труд, свои услуги и полноправно распоряжаться произведенным продуктом. Способ организации свободных профессий – это не сословия, а профессиональные сообщества. Свободные профессионалы – это те люди, которые сознательно выращивают свой собственный потенциал как человеческий и социальный капитал. Их задача состоит в том, чтобы содействовать и помогать в преумножении капиталов других людей. Именно такие люди явились ферментом начавшегося процесса модернизации. А попытка каким-либо образом сорганизовать для себя общественные устройства приводила, как правило, к далеко идущим политическим преобразованиям. Так и произошли важнейшие буржуазные революции. Вся эпоха просвещения, то есть первый период эпохи нового времени, связан с созданием идеологии организации сообществ как профессиональных сообществ, как свободного объединения людей, свободных профессий. Это первая профессиональная революция. Она своим плодом имеет просвещение и первые буржуазные революции, как такие социальные катаклизмы, которые должны были приспособить традиционные, живущие по старым параметрам цивилизации, к процессу модернизации. Вторая революция инициирована промышленным переворотом и зарождением жестко специализированного массового серийного производства. Появляется вторая волна профессионалов. Это формирование массовых профессий. Происходит возвращение к традиционным бюрократическим, бюрократизованным, пирамидальным организациям, которые позволяют удерживать массовые профессии в рамках иерархических систем воспроизводства деятельности. Ключевым социокультурным процессом второй профессиональной революции оказывается процесс стандартизации. Для профессионалов первой волны формой социальной самоорганизации стало сообщество профессионалов, а для второй волны это были уже профессиональные союзы. Есть горизонтальные и вертикальные профсоюзы. Вертикальные профсоюзы организованы по принципу производственной корпорации. Членами такого профсоюза являются люди, работающие в этой корпорации, в этой организации. А по принципу свободной ассоциации люди объединяются в горизонтальные профсоюзы, поскольку они занимаются функционально одной и той же профессиональной деятельностью, а не потому, что как вертикальных они работают в одной фирме. И это различие профессиональных союзов достаточно четко проводит границу между двумя системами модернизации – социалистической и капиталистической. С этой точки зрения свободные профессионалы, представители первой волны, просто встраиваются в некоторые мегамашинные образования в качестве специалистов, менеджеров или изобретателей, которые проектируют эти мегамашины, суперорганизации. И наряду с этим создаются системы воспроизводства, системы образования, нацеленные на подготовку людей массовых процессов. Это происходит в 60-е и 70-е годы XIX века. Основное противоречие здесь возникает между представителями массовых профессий и людьми, которые либо традиционно, либо как представители свободных профессий являются верхами, или олицетворяют собой верхи. Это основной конфликт между идеологиями двух профессиональных революций – либеральной и социалистической. Это тот конфликт, который, с такой точки зрения, в аспекте использования трудовых ресурсов, это тот конфликт, который привел к социальным катаклизмам XIX-XX века. Возникшее здесь противоречие можно сформулировать следующим образом. Либо реализуется социалистический вариант, когда люди массовых профессий приходят к власти и пытаются в целях, в интересах представителей массовых профессий построить социалистическую цивилизацию и рационализируют систему перераспределения на принципах социальной справедливости. Либо социальный мир выстраивается таким образом, что эти представители массовых профессий встраиваются в жесткую структуру, жестко иерархически организованную, где каждый знает свое место, кем он является – собственником предприятия или исполнителем воли собственника. И с такой точки зрения история XIX-XX веков – это история противостояния этих двух парадигм, этих двух социальных проектов современной цивилизации. А третья профессиональная революция, которую мы сейчас переживаем, начинается в 70-е годы прошлого столетия, в эпоху глобальной неопределенности, во время окончательного крушения надежд левых, а значит и попыток пойти альтернативным модернистским путем. Советский Союз не пошел по пути модернизации, и остался на тех самых позициях первой половины XX века, и это определило его крушение. Итак, содержание третьей профессиональной революции может быть символическим образом выражено так. Традиционные организации массовой профессии внизу, а свободные профессионалы наверху. Это пирамида, которая основанием обращена вниз. Переживаемая революция – это переворачивание пирамиды. Наверх таким образом могут попасть люди, которые являются транс-профессионалами. Они должны быть готовы свободно за счет своего мышления, за счет способов организации своей деятельности, работать в различных профессиональных средах. Для них не так важно положение в той или иной организационной структуре. Они могут свободно входить в организационные структуры и покидать их, создавая для решения какой-либо проблемы адекватные формы организации. Их специфика работы – это создание комплексных методов, создание комплексных средств, способов мышления, деятельности под конкретную проблемную ситуацию. Под такую ситуацию, которая не имеет стандартных способов решения. При этом необходимо учитывать многообразные интересы самых различных людей, которые могут вступать в его взаимные противоречия. Интересы различных социальных групп, и в том числе присутствующих в данной ситуации виртуально. Например, еще не родившиеся поколения. Это ситуация, с которой мы имеем дело при экологическом управлении. Поэтому менеджерам приходится брать на себя моральную ответственность за предлагаемые решения и за реализацию этих решений. С такой точки зрения ключевой процесс для третьей профессиональной революции – это процесс кастомизации от соответствующего английского слова. Это означает, что ожидаемый результат проектируется совместно с заказчиком. Обязательно при учете граничных условий, выдвигаемых заказчиком. И это означает, что менеджер-транспрофессионал должен быть готов выполнять функции не только собственного менеджера, но и предпринимателя, и менеджера. Он должен уметь поставить себя на место предпринимателя. Это не значит, что он должен быть только многосторонним техническим специалистом, который мог бы осуществить тот или иной синтез понятий. Он должен быть способен на нечто большее. И это связано с тем, что сейчас возникает третья форма социальной организации современных профессионалов. Итак, первые были профессиональные сообщества, второй – профсоюзы. Сейчас возникает форма, которая получила название «сети». Это сети профессионалов, которые реализуются с помощью таких технических инфраструктур, как, например, интернет или другие коммуникационные средства. Содержание этого процесса – это появление новых элит-транспрофессионалов, которые общаются друг с другом посредством специальных способов. Что здесь важно? Важно то, что они работают командой для комплексных задач под реализацию конкретной проблемы, которая является зачастую уникальной проблемой. Для этого собираются люди, которые имеют соответствующие знания, соответствующие способы мышления и располагают соответствующими средствами организации. Вот этот принцип, который можно назвать принципом концентрации в одной взятой точке многодисциплинарного комплекса, это основание для того, чтобы переходить к такому образу работы, к тому, чтобы осуществлять формирование транспрофессиональных команд и решать комплексные проблемы. Вот в этом состоит отличие современного подхода от традиционных профессионалов свободных или массовых профессий. У представителей массовых профессий очень жесткая организация, очень жесткая ответственность, ограниченная рядом параметров. И у людей массовых профессий ответственность привязана к определенному месту и определенные функции. В то время как у людей свободных профессий ответственность привязана к их специальности, то есть имеет более широкий характер. И с этой точки зрения ни первый, ни второй сорт в этой новой среде адаптироваться, сами по себе они работать не могут так, как они работали раньше. Их необходимо адаптировать. Поэтому ключевая проблема третьей профессиональной революции это профессиональная ресоциализация, проведение социализации заново. И именно эту проблему должны решать современные менеджеры по персоналу. Для этого они должны создавать разнообразные формы внутренней и внешней подготовки и переподготовки персонала, привлечение недостающих специалистов через профессиональные сети. Формирование разнообразных команд от виртуальных до реально многофункциональных. Итак, новая миссия менеджера по персоналу в современных условиях находить и выращивать транс-профессионалов и обеспечивать успешное решение ими комплексных проблем, формировать из них разнопрофильные команды. Может ли подобные задачи решать менеджер по персоналу сам, не будучи таким транс-профессионалом? Каковы должны быть эффективные формы социальной реорганизации такой профессиональной деятельности? Поэтому первоочередная задача менеджера по персоналу это усвоение форм организации совместно творческой деятельности. Что такое совместно творческая деятельность? Ее становление связано с трансформацией тех форм организации совместной деятельности, которые ей исторически предшествовали. Именно в этой последовательности происходит развитие основополагающих форм. Первая форма это совместно последовательная деятельность, вторая совместно взаимодействующая и третья совместно индивидуальная. Мы еще не раз будем возвращаться к этой классификации, поскольку это фазы и совместно творческой деятельности. Процесс прихода от одной к последующей из этих форм совместной деятельности, то есть деятельности в коллективе, это фазы становления современной организационной культуры. В 20 веке эти трансформации последовательно претерпевали бюрократическое, органическое и предпринимательское культуры. Здесь выделяются в этом историческом процессе следующие подходы. Первый из них это технократический. Он основан на философии позитивизма, чрезвычайно влиятельной в 20 веке. Он был перенесен в практику организации, производственных и трудовых процессов, в связи с тем, что резко возросла потребность повышения эффективности деятельности крупномасштабных производственных систем, тех производств, которые были ориентированы на выпуск серийной массовой продукции. Ключевой фигурой здесь стал Фредерик Тейлор, основатель современной теории менеджмента. В таких человекомашинных системах на массовом производстве работник трактовался как винтик, и проблема оптивизации таких технологий решалась на путях рационализации социально-производственных связей за счет использования более эффективных механизмов контроля и вознаграждения, штрафа и премии. И конечным уровнем такой рационализации было повышение уровня эксплуатации всех составных элементов, в том числе и человеческого материала. Следующий подход – это доктрина человеческих отношений. Здесь очевидны негативные социальные последствия рационализации в духе технократического подхода, и поэтому эти негативные последствия возникли, проводили серию социальных экспериментов, которые возникли уже во второй половине, уже в 20-е годы 20-го века. Эти социальные эксперименты были связаны с гуманизацией трудовых отношений, с вовлечением работников в обсуждение тех вопросов, которые касались их производственной деятельности. Здесь были использованы позитивные эффекты групповой самоорганизации. И реализация доктрины человеческих отношений придала наемному работнику статус партнера во взаимоотношениях с менеджером, хотя и неравноправного партнера. В тех случаях, когда необходимо было урегулировать важнейшие производственные и социальные вопросы. Наемный работник был, разумеется, неравноправным партнером, но все же с точки зрения такого подхода, с точки зрения доктрины социальных отношений, это были партнерские отношения. Гарантией этого стиля стала коллективистская солидарность трудящихся, которая находила свое выражение в деятельности профсоюзов. Третий подход – это контрактация индивидуальной ответственности, основанная на контрактах. Если массовым профессиям была свойственна идеология профсоюзная, идеология коллективизма, то на определенном этапе, начиная с середины 50-х годов 20-го века, она стала тормозом на пути научно-технического прогресса, поскольку широкое внедрение технических нововведений вытесняла массовый малоквалифицированный труд. И новым подходом стало стимулирование индивидуального профессионального развития за счет включения механизмов личной заинтересованности, персональной ответственности. Этот подход в кадровом менеджменте получил распространение в развитых странах в 60-е и 70-е годы прошлого века. Его распространение в конечном счете было направлено на то, чтобы повысить предпринимательскую активность всех работников, сделать предприятие более конкурентоспособным. Однако ориентация на потребительскую мотивацию работника, это преувеличение индивидуалистической морали, вело к размыванию общего психологического климата организации и могло в целом вести к снижению эффективности деятельности организации. Поэтому естественным выглядел в качестве своеобразного противорядия возврат в той или иной форме к коллективистским ценностям, которые обеспечивали бы здоровую атмосферу в организациях, где работники объединяются во временные и постоянные рабочие группы, где они занимаются совместной деятельностью, деятельностью в коллективе, по-разному организованной. Поэтому следующим подходом стал командный менеджмент. Он явился оптимальным средством решения неординарных задач, создания неординарных форм организации для рабочих групп. Здесь были важны социальное, технологическое и культурное творчество самих работников, их взаимный контроль, взаимопомощь, взаимозаменяемость. Важна была проясненность их общих целей, их коллективная ответственность за результаты и эффективность работы. С такой точки зрения стало возможным максимально эффективное развитие индивидуального и группового потенциалов. Этот подход получил распространение в 80-х и 90-х годах 20-го века и получил название командный менеджмент. Таким образом, можно говорить о четырех основных парадигмах в кадровом менеджменте в 20-м веке. Это доктрина научной организации труда, доктрина человеческих отношений, доктрина контрактации индивидуальной ответственности и доктрина командного менеджмента. Причем командный менеджмент представляет собой синтез тех предыдущих трансформаций, которые исторически предшествовали этой организационной культуре. И с этой точки зрения, если в той или иной национальной или корпоративной организационной культуре отсутствуют элементы всех предыдущих организационных культур, бюрократической, органической и предпринимательской, то это делает весьма проблематичной полноценную реализацию доктрины командного менеджмента. Поскольку, возможно, недостаточно эффективная организация деятельности, возможен неадекватный морально-психологический настрой, возможен недостаточный или неверно ориентированный уровень профессионализма. И этим объясняется невозможность механического перенесения, пусть даже самого прогрессивного зарубежного опыта кадрового менеджмента на отечественную почву. Невозможно механически внедрить его в практику работы наших кадровых служб. И тем не менее, и отечественная практика сумела накопить определенный опыт выращивания форм совместной творческой деятельности. И это позволяет сформулировать те основные принципы организации совместной творческой деятельности, которые представляются оптимальными в нашем контексте. Прежде всего, это принцип индивидуального творчества. Это постоянное развитие способностей каждого работника через обучение действиям, включенность системы непрерывного образования и самообразования. Это принцип социального творчества, разработка необходимых для решения стоящих задач социальных структур, воплощения этих социальных структур в соответствующие подразделения. Это принцип культурного творчества, который подразумевает ориентацию в совместной деятельности на высшие культурные достижения, на инновационные процессы, на изобретательство. Это принцип морального творчества, это готовность человека служить моральным образцом в себе и другим. Каким образом здесь трансформируются предыдущие схемы бюрократическая, органическая и предпринимательская культуры? Рассмотрим их подробнее. Бюрократическая организационная культура выглядит так. При ее доминировании менеджер по персоналу в своей деятельности, как правило, руководствуется следующими стереотипами. Во-первых, работники являются прирожденными лентяями. Они пассивные и нуждаются в манипулировании и контроле со стороны организации. Поэтому менеджер, несущий ответственность за формирование персонала организации, должен уделять особое внимание стимулированию работе подчиненных. Следующий стереотип таков. Для работников побудительным мотивом в первую очередь является экономический интерес. Поэтому следует делать все для того, чтобы обеспечить им максимальный доход. Организационная структура должна быть спроектирована таким образом, чтобы контролировать желания работников и в максимальной степени нейтрализовать возможные последствия их непредсказуемых действий. Четвертый стереотип бюрократического менеджера по персоналу таков. Работники по своей натуре склонны противодействовать целям, предписываемым организацией, и в основном не способны на жесткий самоконтроль и самодисциплину. Поэтому необходим надежный внешний контроль над их деятельностью, чтобы обеспечить достижение поставленных руководством целей. Пятый стереотип состоит в том, что на руководящую работу могут выдвигаться те немногие работники, которые способны к самоконтролю и имеют высокую мотивацию, целеустремленные и честолюбивые. Следующий тип организации – это органическая организационная культура. При ее доминировании менеджер по персоналу руководствуется, как правило, следующими стереотипами. Во-первых, работники озабочены в основном социальными нуждами и обретают чувство самоидентичности только во взаимоотношениях с другими людьми. Во-вторых, рационализация производства и узкая специализация приводят к тому, что смысл своей производственной деятельности работники видят не в самой работе, а в социальных отношениях, которые складываются в процессе труда. Третий стереотип состоит в следующем. Работники в большой степени склонны реагировать на воздействие своих товарищей. На это они реагируют охотнее, чем на инициативы начальства. Четвертый стереотип здесь таков. Высокий уровень сплоченности делает групповое мнение основным источником морального авторитета. Работники готовы положительно реагировать на инициативу начальства тогда, когда оно учитывает социальные потребности своих подчиненных и, в первую очередь, потребность в общественном признании. Такова коллективистская органическая парадигма. И на смену ей приходит предпринимательская организационная культура. В случае ее преобладания менеджер по персоналу руководствуется такими стереотипами. Работники с такой точки зрения интересуются только своими личными целями. Они равнодушны к специфическим задачам организации, помимо такой универсальной цели, как достижение максимальной прибыли. Поэтому с ними лучше не обсуждать эти задачи, чтобы не вызвать излишнего сопротивления при их реализации. Лучший способ заставить организацию работать – нанять настойчивых, агрессивно настроенных людей и постараться сохранить контроль над ними в условиях постоянно меняющейся внешней среды. Не исключено, что в этой агрессивной среде детальная проработка задач организации окажется бессмысленным делом, поскольку решающим фактором является инициатива самих работников. Наиболее эффективный способ мотивации работников – такой вызов, который открывает хорошую возможность для их самореализации. При этом вызов должен быть соразмерен потенциалу работников, а менеджеру следует предусмотреть в случае успеха достойное вознаграждение. Властные полномочия редко кому-нибудь делегируются из-за опасений возможной ошибки. Работники свободны в своих действиях, пока они делают правильные вещи. Ответственность не предписывается работникам, но она принимается на себя теми, кто готов выполнить свои обязательства при любых обстоятельствах, несмотря на тот риск, который с этим может быть сопряжен. Именно эти качества особенно высоко ценятся в подчиненных, что создает в коллективе атмосферу повышенной тревожности и заставляет работников трудиться с полной самоотдачей, не глядя на часы. И последний стереотип предпринимательской культуры таков, что для таких предприимчивых, одержимых работой людей, не имеют особого значения должности и звания. И это дает менеджеру определенную свободу маневра при ограниченных финансовых ресурсах. И позволяет не задаваться вопросом, чей именно вклад в общий результат был наибольшим. Вот эти три модели, бюрократическая, организационная, органическая и предпринимательская, это тот исторический тип, который, как правило, прошли развитые страны. В нашей стране этот путь был несколько иным. Наша практика управления кадрами обычно сочетала бюрократический, как реальный тип, и органический, как декларируемый, предполагаемый, хотя его элементы, безусловно, всегда присутствовали. Поэтому можно говорить об их сочетании. Собственно, предпринимательская, организационная культура, это то, что было декларировано либеральными реформами, но достигнуто в управлении кадрами не было. Тем временем, мировая современная парадигма, это так называемая процепативная организационная культура, от слова участие. И при этом подходе менеджер по персоналу своей деятельности должен исходить из того, что подавляющее большинство работников готовы напряженно трудиться ради достижения целей, которые находятся за пределами их личных интересов. При этом каждый индивидуум уникален, и поэтому стандартные управленческие подходы не срабатывают одинаково для всех, а должны быть сформулированы применительно к конкретному человеку и применительно к данной ситуации. При этом каждый индивидуум является достаточно гибким для того, чтобы органично сочетать свои личные цели с целями команды, при том условии, что команда сама достаточно четко представляет себе, к чему она стремится. Ее цели сформулированы достаточно ясно. Здесь следующий постулат – это взаимодополнительность способностей членов команды, общность их основных ценностных установок. Эта взаимодополнительность и эта общность должны обеспечивать полноценное использование индивидуальных навыков каждого, использование личных умений при достижении общекомандных целей. При этом для координации усилий многих людей, членов команды, необходимо наличие осмысленной коммуникации между ее членами. И уникальные конкретные цели должны формулироваться таким образом, чтобы энергия всей команды могла быть конструктивно направлена на их достижения. Для этого требуется новый тип руководства и освоение новых умений и навыков всеми членами команды. При этом процесс командообразования предполагает активное участие всех членов команды в анализе тех проблем и тех перспектив, которые перед ними стоят, в планировании совместных действий, в оценке и самооценке полученных результатов и индивидуальных вкладов в общую работу. Итак, резюмируем. Актуальность профессии кадрового менеджмента, профессионализации кадрового менеджмента сегодня связана с профессиональной революцией, развернувшейся в конце XX века и имевшей глобальный масштаб. И развитие совместно творческой деятельности, которая лежит в основе современного понимания кадрового менеджмента, связана с последовательной трансформацией организационных культур бюрократической, органической и предпринимательской. На их основе возникает процепативная организационная культура, которая находит воплощение в корпорациях принципиально нового типа, организации без границ, глобальные корпорации и так далее. Императивы совместно творческой деятельности – это принцип индивидуального творчества, принцип социального творчества, принцип культурного творчества и принцип морального творчества. Таковы основные особенности современных подходов к кадровому менеджменту. На сегодня все. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok